Девушки отдыхают. В поликлинике такая мигера работает, ни за что не даст. И на флюорографию пошло. Марья Петровна, а ведь у вас муж врач, да? Ну и что? А пусть он мне больничный даст. Ну ты нахалка, Нинка. Ладно, бог с тобой. Отпускаю тебя до понедельника. Но только с завтрашнего дня. Спасибо большое, Марья Петровна! Тихо, тихо. Мара, верстка пришла. Это у нас свежая голова. Что значит свежая голова? Свежая голова – это сотрудник, которому доверяют прочитать всю верстку насквозь, чтобы выявить все ошибки и опечатки. Какая вы умная, Марья Петровна. Смачивайте вагнетампоны, протирайте на ночь. Где-то через сутки Краснодара должна уйти, зуб прекратится. Да, не забывайте про диету. Спасибо, сынок. Пойдемте, я вас провожу. Субтитры сделал DimaTorzok. Дюстер전� heis. Субтитры сделал DimaTorzok. Дюстер전� heis. Ну, да иду я! Открывай дверь! Тетя! Рабочий день закончился! Завтра приходите, хорошо? Дверь откройте мне! Здесь закончился рабочий день! Вы кто? Я сторож, а вы? Зав. Отделом редакции. Александрова Мара Петровна. Извините, я это не знал. Идущ мне, дайте. Сейчас. От четырнадцатого. А где он? Так вы сторож или не сторож? Ну, временно, да? Как вам? Занятно. И только-то? Ну, а что еще? Это я. Похож. Да нет, серьезно, это моя работа. Ну, вот видите, написано, Леонид Воронин. Ну, могу паспорт показать. Не надо, я вам верю. Откуда ты из кино? Не, он настоящий. Не, ну, он, конечно, не фиг вами живет в обыкновенном доме. А перья он так носит, ну, позирует для туристов. А вы в Америке были? Был. Автостопом ездил. Вы знаете, у меня американская коллекция, она очень большая, но здесь места не хватило. А, это фотоконкурс в газете был. Ну, что-то там про детство. Я эту фотографию отослал, назвал большое горе. А я не взяли. Сказали, что она вас плачет? У нас же про счастливое детство, а она слезы льет. А я денег на кино не хватил. Ну, горе же большое. Слушайте, это, конечно, нехорошо. Там в холодильнике кусок торта. Если мы его с вами съедим, мы... Сильно кого-то обидим, а? Нет, бабка у меня не родная, двоюродная. Хотя тоже странно. Всю жизнь знать не хотела, а потом бац. Опомнил, взяла и прописал у меня в свою квартиру. Так что я теперь москвич. Спасибо, бабуля. На том свете тебе зачтется. Не, я не знаю. Казыгами меня вечно напряжен. Не, я иногда беру работу в газете. Там гонорадка мизерная. Ты журналь давно работаешь? Давно. Ну, как? Что? Ну, тяжело, наверное. У нас по ночам приходится работать. Да ничего, привыкла уже. Ну, да. Извините, мы закрываемся. Да, понятно. Да не отравить себя так, дождут. Да не, мне уже время жалко тратить. У вас так, наверное, из-за работы на личную жизнь не остается. Хотя, детишки, я думаю, уже взрослые, сами себе кашку сварят. По-твоему, моя личная жизнь, это детям кашу варить? Ну, а что еще? Ну, мы уже рубашки погладим. Ну, сколько тебе лет? Сорок? Тридцать восемь. Ну, тридцать восемь, сорок, какая разница? Поезд ушел, рельсы разобрали. Вам спасибо. Я зарплату, долг верну. Пойду я, а то нам в редакции никого нет. Еще раз спасибо. До здоровья. Продолжение следует... КОНЕЦ Ужинать будешь? Нет, спасибо, я ужинала. Тогда я пойду лягу. Дима, а почему ты меня не спросишь? О чем? О том, где я ужинала, например. С кем? Почему вообще так поздно пришла? Наверное, у тебя была летучка. До ночи? У тебя вообще все равно? Хотя ты, может быть, совсем даже не думаешь об этом? Я думаю. Я думаю, что ты взрослый человек и сама знаешь, что тебе необходимо. А если тебе надо было с кем-то встретиться, и для тебя это важнее всего остального… Ладно, я так просто спросила. Мара… Ничего, прости. Добрый день. Здравствуйте, Марочка. Вы выставку-то новую видели, а? Нет, а что, готова? Ой, посмотрите, посмотрите. По мне так просто ужас. Вы представляете, там женщины голые. А мой ведь приличный журнал. Да. Ну и не морзелок уже, правда. А фотограф этот шпана шпаной. Вы представляете, свитер на нем драный. Сам он замузанный. Ну и что? Зато талант. Да что вы! Вот Алексей Львович наш. Вот он настоящий фотограф. Вы знаете, он фотографию мою маму переснимал. Люба дорого. Я ее даже на керамику отдала сделать. На памятник. Да. Ну а памятник он может хорошо. Добрый день. Так, в перепечатку. Михаил Викторович, пожалуйста, можно вас на минуту? Ну, если только на минуту. Только на минуту. Вот я была сегодня свежей головой. Да? И что, какие проблемы? Нет, так мелочи. Я собственно вот о чем. Вы знаете, кто это? Марина Румянцева. Молодая поэтесса из Перми. Да, правильно. Страхолюдина, конечно. А что такое? А вы знаете, кто это? Нет. А кто? Марина Румянцева. Молодая поэтесса из Перми. Надо же. И кто перепутал? Львович? Нет. Алексей Львович ничего не перепутал. Он ее так снял. А это, заметьте, студийный снимок, который она прислала сразу же вместе со всей подборкой. Стареет, Львович. И вот здесь ни при чем. Просто халтура. Привык, знаете ли, снимать на свои памятники. Какие памятники? Кладбищенские. Ну, скажешь тоже. Ладно, я позвоню производственникам. Может быть, успеем заменить. Ой, позвоните, пожалуйста. Ну, просто жалко девушку. Первая публикация в столичной прессе. И тут такая фотография уродливая. Я, конечно, понимаю, что Алексей Львович хочет получить свой гонорар. Ну, просто было бы за что, согласитесь, да? Да. Михаил Викторович, скажите, а как вам наша новая экспозиция? Любопытно. Да, я тоже считаю, что у парня есть талант. Что у него большой потенциал. Да, мне говорили. А вы знаете, какие у него портреты, если бы вы только видели? А, американская серия. Ну, это просто чудо. Я считаю, что это как раз те фотографии, которые нам нужны. Ну, представьте себе, какая могла бы получиться вкладка. Да? Ты думаешь? Я уверена. Ну, хорошо, пусть подберет материал, я посмотрю. Я скажу ему. Проходите. Ой. Ой. Извините, гостей не ждал, а то прибрался бы. У тебя здесь фотолаборатория, что ли? Можно сюда? У меня здесь все. Да. Это, конечно, все нужно выбросить, чертем обустроить как-то. Ну, так обустрой. С финансами туго. Ой, не облокачивайся, это вообще сломано. Извини. Да. Слушайте, а пойдемте на крышу? На крышу? Пойдем? Пойдемте. Да, хорошенько. Я выбираю, конечно, с очень хорошей. Ну, вот это да. Здесь на десятом этаже всегда такой ветер. О боже. Скажи, ты не состоял на учете в детской комнате милиции? Сняли по возрасту. Слушайте, а если мне действительно вкладку дадут, мне и гонорар заплатят? Заплатят, конечно, а как же? Чудеса. Ну и что я вам за это должен буду? А ты сейчас о чем подумал? Ни о чем. Ну что, просто в этой жизни мне никто ничего просто так хорошего не делал. Ну, кроме бабки. Ну, считай, что нас теперь двое с твоей бабкой. Можешь называть меня тетей Марой. Ну, извините, я тогда про тетку так. Ну, с просонью брякну. Красота-то какая. Слушай, высота птичьего полета. Смотри. Кто там в окнах? Мужчины и женщины почему не спят? Может, любовью занимаются при свете. А может быть, отношения выясняют, потому что любовь уже давно закончилась. Или ребенок проснулся, а родителей нет, а покрывала на крокодилы, похоже. Или, может быть, какая-нибудь старуха одинокая, вроде моей бабки. И она не спит не потому что бессонница, а потому что совершенно скоро какой-нибудь другой сон придет. И она об этом думает, думает. Я хочу такую серию сделать. Будет называться «Бессонница». Знаешь что? Мне кажется, что на какой-нибудь разумной планете живут какие-нибудь... Ну, разумные инопланетяне, они смотрят на нас и думают, а чего им там всем так не спится? Ну, как тебя мама в детстве называла? Никак. Когда мне пять лет была, она на какую-то струйку завербовалась. Больше ее не видел. Я с папанькой жил. А в школе меня мурзиком дразнили. Мурзиком? Как мило. Почему мурзиком? Не знаю. Наверное, потому что мерз. Мара. У тебя, наверное, муж есть? Есть. У тебя, наверное, у детей есть? Нет, у детей нет. А что так? Не сложилось. Это плохо. Дети нужны. Тебе с мамой-то сколько? Дети ему нужны. 26. Господи. Хочешь, я могу бороды отпустить? Зачем? Ну, чтобы выглядеть рядом с тобой посолиднее. Знаешь, тебя это, по-моему, не спасет. И меня тоже. Мара. 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 Да, Алексей Львович. Это я тебе должен кланяться. Спасибо, матушка. За что, Алексей Львович? Она еще спрашивает. Я 30 лет проработал на этом месте. Я Никита Сергеевича снимал, когда он приехал в редакцию. А какой-то сопляк, неизвестно откуда взявшийся, я даже имени его не знаю, выпихивает меня с этого места за здорово живешь. А все потому, что одной бальзаковской дамочке огурчиков молоденьких приспичило. Да ему только на свадьбах и снимать. Алексей Львович, лучше снимать на свадьбах, чем делать фотографии на кладбищенские памятники. Хотя вот люди говорят, что у вас это неплохо получается. Мара. Марочка, что такое? Что-нибудь случилось? Да. Случилось. Димечка. Я от тебя ухожу. Ну что я говорю тебе? Я ухожу от тебя. Это понятно. Скажи, а мы можем поговорить об этом вечером дома? Нет. Вечером мы не можем поговорить. Ну дома я опять начну готовить какой-нибудь борщ, потом придут твои калики перехожие, потом еще что-нибудь. Ну, одним словом нет, мы не можем поговорить дома. Хорошо. Давай поговорим. Димочка. Я полюбила другого человека. А от меня чего ты хочешь? Да ничего не хочу. Просто ставлю в известность, что я собираю вещи, переезжая. Мэра, я все готов. У тебя новое увлечение. Тебе хочется новых ощущений. Разве я тебе мешаю? Да. Что ты сказал? Ну что, отпустил меня? А что у тебя вид-то такой? Какой? Ну, не знаю, но как у подбитой птицы. Видел подбитую птицу? Ну, однажды. Он бы самый подбил? А мне сейчас за что попало? Мак! Подожди, ты чего? Ничего. Прости. Пошли. Пошли. Ген, закругляйся давай на мою хрунчику. Пошли. Что ты делаешь? Ну, рубашку же тебе на мою хрунчику. Ну, ты чего? Все, я сейчас заканчиваю. Сейчас заканчиваю. Ух! Широкая дорога. Светлое будущее. Тоска какая, а? Мар, мне здесь уже не нравится. Что, зачем нам дача? На природу едет, на шашлыке. Когда? Не занудничай. Мы уже приехали. Да? Ну, где здесь природа? Летом будет красиво. Аккуратненько. Да, ты сам тоже. Боже мой, это же смородец. Добрый день. Здрасте. Вы приехали. Ага. Скажите, а это действительно смородина? Да, смородина была. Ну, она выродилась вся. Мать, мать в последнее время за садом не следила. Вы про парника еще говорили? Я не вижу что-то. А у меня опоры и пленка в сарае. Зачем тебе парника? Огурцы посажу. Скажите, погреб есть в доме? Есть погреб. Представляешь, свои огурчики. Такие мы маленькие, такие хрустящие, какие-то подводочки. Мы хорошо живем. Да, а грибочки? У нас лес грибной. А может, пойдемте в дом посмотрим? Да, конечно, пожалуйста. В принципе, участок мне очень нравится. Все очень подходит. Надо только понять, сколько элементов возьмет. Прошу. Спасибо. Пожалуйста. Официант сейчас подойдет. Конечно. Ну что, кутнем? Оставь на место. Сейчас официант подойдет и откроет. А что, я сам не могу открыть? Если только не принято самому. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Шампанское открывать? Да, конечно. И про спецзаказ не забудь. Мэрзик. Любимый. С днем рождения. Это для молодого человека. Это мне? Ну давай уже, открывай. Я буду рассказывать, как я тебя люблю. Какой ты талантливый. Так, это то, что я думаю? Мэр, ты что? Ты обалдела, да? Я знаю, сколько это стоит. Это же… Не важно, сколько это стоит. Важно, как я умудрилась это достать. Это да. Лучше не спрашивай меня об этом. Я чуть не разуверилась в людях. Звоню Сачковскому. Ну, ты ее не знаешь. У нее муж в польском торпленстве. Говорю, мне нужна японская фотоаппаратура. Анна, мне представляешь? Марочка, как хорошо, что вы позвонили. Я знаю, что у вас кто-то в ГАИ есть. А мне нужно как раз и верку права сделать срочно. Представляешь, какая свинья. Спасибо. Спасибо, что пришлось. Спасибо, что пришлось. Спасибо, что пришлось. Леонид, ваша американская серия удивительная. Спасибо. Это правда. А скажите, а вы долго прожили в Америке? О, целый год. Леонид там учился. Мара! Мара! Спасибо. Простите, я на минуту. Леонид, простите. Привет. Привет, дорогая. Прости, что я тебя совсем запросила, но ты видишь, сколько гостей, да? Ну, скажи мне, как? Да мне очень нравится. Но я вообще редко куда-то выхожу. Жалко, что Сережа не смог прийти. О, Боже. Ну, как Наташка? Учится, наверное, уже. Да ты что? Ей еще шестилетний. Это Мара. Чё ты как-то выглядишь не в фонтан? А, я знаю. Сережке мама болеет. Мотаемся туда через день. Наташка скрылотина подхватила в суток. Вот сутками не спим. Тебе надо бросить мужа. Почему? Ты даже не представляешь, что это за обновление. Как будто ты заново рождаешься. Как будто ты заново начинаешь жить. Мара. Поверь мне, я-то знаю, что говорю. Мара. Прости. Не уезжай без нас, мы тебя отвезем. Конечно. О, Господи. Черт. Пол двенадцатого. Я не могла раньше уйти. Света давно нет? С вечера. Господи, когда все это кончится? Что именно? Безобразие со светом, вот что. Тебе плохое настроение? Нормальное. Просто надоело все. Сидим здесь, как дети под земельем. А, ну да, понятно. Да. Ну, где-то другая жизнь, да, где-то светло, где-то ясно. Там дамы в вечерних нарядах, мужчины во фраках, где молодой муж с персональной выставкой. Замолчи, пожалуйста. Лара, ты ей просто завидуешь. Ну, завидую. А я тоже хочу так жить. Я хочу. Ты уверен? Ну, что это, Ларка? Ну, ну, все, все. Ну, успокойся, успокойся, все. Все, все, все. Успокойся. Успокойся. Ну, вот. Твоя Мара, ну, что вот она? Она, она как свечка, она горит вроде светло и ясно, а потом смотришь, она чидит и воском все закат. Натуля. Готенок, а ты чего встала-то? В свече учился, что в садик пора. Нет, мой хороший, не пора. Он случайно включился, пойдем в баньки. Пойдем на свадка. Николай Степанович. А? Ну, все вот эти фотографии, что вы видите, фотографии, которые вы видели раньше на экспозиции, это всего лишь малая часть Леониных работ. Это я понимаю. Сейчас в издательстве «Правда» готовится фотоальбом «Лица перестройки», так там же исключительно Леониной работа. Он сейчас очень востребован. Ну, просто понимаете, редакция журнала – это же не тот масштаб для него. «Арминзи» «Да, это же штуки». Да,açãoстан. «Арминзи». 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 Ножки не замерзли, Анатоль? Доставьте ее в покое. Еще я тебе хочу показать, какое я придумала сделать парник, настоящий, из стекла. Не то, что у прежних хозяев, в пленку в сарае. И еще я хочу собаку, овчарку. За ней ухаживать надо, кормить. Ну, кормить, конечно, да, тогда я буду приезжать. А так, сама прокормиться. Хотя ты права, ну ее к черту. Я сейчас Мерзика в ВПН пристроила. Я думаю, мы будем очень много ездить. Вот сейчас нам визу во Франции оформлять. Не до собаки. А у вас печка есть? Поебаясь, Натка замерзнет. Какие вы нежные. Все у нас есть. Вот, это моя усадьба. Сюда. Забор. Вот, здесь я хочу беседку поставить. Пошли. Ой, осторожно. В дом, раз вы замерзшая. А парник за домом. Ой, осторожно. Отряхни ножки от снега. Давай. Вот, молодец, давай. Не поняла. Я же запирала, когда уезжала. Разживела все. А тут тепло. Что с замком-то? А это кто? Где? А Леня сказал, вы до весны сюда не приедете. А ты кто такая? Я? Люба. Какого черта ты здесь делаешь, Люба? Живу. Мне Леня разрешил. Какого черта он тебе вообще здесь что-то разрешает? Это моя дача. Ну, он сказал, на воздухе. Так для ребенка будет лучше. Подожди сейчас. Мар! Мар, подожди, ты куда? Мара! Я домой хочу. Я домой хочу. Встань. Ты... Я была на даче. Ну, и зря. Как ты подорок. Ты кем был-то? Шпана без родов, без племени, один дыранный свитер. Теперь посмотрите на него. Фотокор АПН, да? И в Фариж собрался. Кем бы ты был без меня? Машину купили. Дачу. Такие перспективы. Тим, какие перспективы? Будет дача, будет машина. Будет парник с огурцами. Зачем? Ну, мне это скучно. Ах, тебе скучно. А что же тебе не скучно? По девкам шляться тебе не скучно. Да ты вообще не понимаешь? Да я не понимаю! Да мне скучно жить для себя одного. Я сына хочу. И дачу я хочу, но не для того, чтобы огурцы сажать. А для сына! Папа! Хороший! Пырсик, мой родной, мой любимый! Я понимаю. Ты запутался. Всё. Бухни, я согласна. Я согласна. Пусть она себе рожает. Что значит «себе»? Это мой сын. Борзо. Я для тебя всю жизнь буду Борзиком. Но я не хочу. Камеру гони. Что? Что слышал? Творческих успехов. Катись. Извините, что я так внезапно. Да ничего, ничего. Только я не совсем понимаю. Я не имела возможности говорить по телефону. Ну, ситуация такая, что у меня сейчас так складываются обстоятельства, что я уезжаю надолго во Францию. Дача мне не понадобится долгое время ещё. Очень хотелось бы, чтобы вы вернули задаток. Какой задаток? Задаток, который я в прошлый раз вам оставила. Значит, тогда я совсем ничего не понимаю. Ваш муж сказал, что его всё устраивает. Он мне отдал все деньги. Всю сумму целиком. Там и девушка проживает в положении. Я так понял, что это дочка. Ну, в смысле, не его, ваша. Да я её не понял. Разверни себя. Давай, давай быстрее. Вдруг она придёт. Да не придёт она на работе. Сядь. Садись сюда. Подожди, подожди, подожди. Сюда ручку. Так, на меня смотри. Да? Да я всё равно боюсь. Так. Это правильно. Иди сюда. Всё нормально. Что она здесь делает? Я должен отвезти Любу на консультацию. Ну, это пожалуйста. Я интересуюсь, что она делает в моём доме. Не в твоём, а в моём, если уж на то пошло. Ваш брак не зарегистрировал. То, что вы ввели совместное хозяйство, надо будет ещё наказывать. А каким образом? Ну, показания соседей, например. Ну, это мало что изменит. В квартире вы не прописаны, и прав на неё у вас нет. То, что в ней есть только в Бухово. В ремонт, в мебель. Ну, теоретически, вы можете взыскать компенсацию по суду с вашего сожителя. Разумеется, если у вас есть чеки. Чеки? Ну, да. Чеки из магазинов. Квитанция об оплате. Другие платёжные документы. Есть ли у вас? Есть. Проходи. Серёжа. Привет. Привет. Да неужели ты не понимаешь? Она же тебя просто использует. Она появляется в твоей жизни тогда, когда ей это нужно. Вот, она же понимает прекрасно. Ты не можешь ей ответить ничего. Не можешь ей возразить. И всё, ей абсолютно всё равно. Удобно тебе что-то там. Неудобно. Значит так, я против того, чтобы она оставалась у нас. Слушай, я не могу её выкинуть. Наночь, глядя на улицу. Да ты не можешь. И она тебя в подобной ситуации запросто. Хоть бурчать. Давай положим её у Наташки. Ну, Наташку куда? Ну, к нам. Ну, дело как знаешь. Ты куда? К матери пой. Лар, ты спишь, что ли? М-м-м. Просыпаюсь. Который час. Не знаю, ночище. Скажи, но ведь он правда же сволочи. Кто? Воронин. А кто это Воронин? Ну, мырзик же. Воронин. Да. 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 И Бондаренко тоже. Такая свинья. А это кто? Саша Скрипач, совсем не помнишь? Ой, нет. Я помню. Я помню. Я помню. Сколько я это для них сделала и что? Чем это платили? А ты разве это для них делала? Ну, а для кого еще? Ну, я думала для себя. Тебе же нравилось, когда рядом не какой-нибудь там ознаменитый, чтобы завидовали, да? Ну, и пусть для себя. Ну, им тоже, по-моему, было неплохо. Так что я разницы никакой не вижу. Есть разница. Ты же это не бескорыстно делала-то. А ты что бескорыстно делаешь? Наташку свою растишь? Ну, да. Просто так. Конечно. Ты ее растишь для того, чтобы она тебе воды в старости подала. Ради нее самой. Ради своего будущего. Знаешь, почему многие так часто в светлом будущем живут? Да. Потому что в настоящем предложить нечего. Все. Давай спать. И вставать завтра рано. Свет, выключи. Мара. Ты к нам надолго? На днях квартиру снимала. Или ты что хочешь, чтобы я на вокзале ночевала? Нет, ты что? Ты что? Нет, лично я, как член редколлегии, категорически возражаю против публикации такого материала. Он неинтересный, он скучный. От него за версту несет застоем. Но герой у нас такой. Нет, извините, это не герой. Это министр, непонятно каким образом удержавшийся на своем месте. Зато он Ельцина любит. Скорее Ленина, с которым был знаком лично, судя по возрасту. А это что такое? Он что, при смерти? Что у него за спиной топорщится? Это горб? Или, может быть, кислородная подушка? Но эту фотографию нам дали при службе министерства. Угу. Они его для некролога заготовили. Все, хватит. Материал пойдет в номер. Снимок подберите другой. Хорошо. Спасибо, Мара. Спасибо всем. Чего это твоя злая такая сегодня? Да, обычная. Просто у нее пунктик. Наши фотографии. Да. Ростислав Алексеевич, я дозвонилась до Курска. Директор и главный инженер готовы выехать. Пригласить их на совещание в среду? Не пригласить, а приказать явиться. Поняла. Добрый день. Минуточку. Я к Ростиславу Алексеевичу не назначена. Ростислав Алексеевич, тут к вам Александрова. Александрова. Да, это по поводу публикации в их журнале. Можете войти. Пожалуйста. Спасибо. Да, да. Ростислав Алексеевич. Добрый день. У меня уже был ваш корреспондент. Что еще? Материал готов. Очень хотелось бы, чтоб вы его прочитали. Оставьте у моего секретаря. У меня нет времени. У вас все? Да. Не совсем. В пресс-службе министерства нам, конечно, предоставили вашу фотографию, но посудите сами. По-моему, они сделали, мягко сказать, не самый лучший выбор. Если бы вы позволили, я бы сделала пару кадров, буквально двадцать секунд. Хорошо. Да, благодарю. Простите, вы не могли бы сделать лицо, но живым, что ли? В моем возрасте это довольно затруднительно. О, нет. Вот так. Стоп, стоп. Отлично. Все. Благодарю вас. Спасибо. Снимки будут готовы сегодня же. Их напечатают в лаборатории. Завтра я смогу их привести. Только как вы распорядитесь? Я могу оставить их вашему секретарю? Или, может быть, вы захотите посмотреть лично? Я хотел бы... лично. Тогда до завтра. Ростислав Алексеевич, до завтра. До завтра. До завтра. Сюда, пожалуйста. Мара Петровна, это к вам. Мара Петровна. Ростислав Алексеевич просил перейти. Передать вам знак благодарности за отличный материал и очень удачные фотографии. Вот так он сказал. Благодарю вас. Куда поставить? Да вам Ниночке передайте. До свидания. Красотища какая! А это от кого? Да так, от одного министра. Интервью с которым я переписала человеческим языком, и которого сняла с человеческим лицом. Ага, вот здесь. Спасибо. Ростислав Алексеевич, и вам тоже спасибо огромное. Сначала Розы, потом вот ресторан. Вы меня балуете. Ей-богу, я к этому привыкну. Ну, Марочка, мне нравится вас баловать. Спасибо. В таком случае, не будет ли наглостью с моей стороны пригласить вас на рюмочку чая? А чего же? По что за честь? Хорошо. Да, спасибо. Позвони и скажи, что задержусь еще на час. Сюда. Сюда, пожалуйста. Проходите. Ростислав Алексеевич. Уж извините. Редко кого сюда приглашают, так как это временное жилье. Прошу вас, проходите. Спасибо. Свою же квартиру при разводе оставила мужу. Так. Садитесь. Да-да, спасибо. Рябина на коньяке. Страшно полезно. Так. Ну что? О нет, прошу вас. Давайте без церемоний. Садитесь, Ростислав Алексеевич. Садитесь. Ну-с. Да. Врачка, я хотел бы для вас что-нибудь сделать. Ну что вы. Скажите мне лучше, что я могу для вас сделать, Ростислав Алексеевич. Ростислав Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Здесь оставьте продукты, я заберу потом. Проходи. Здравствуй, Мара. Привет. Что там у тебя? Да, видишь ли… Димочка, я опаздываю. Я хотел бы, чтобы ты… Ну, то есть, мы… Надо это решить. Я хотел бы оформить наш развод. Зачем? Нет. Я встретил женщину. Так, так. Любопытно. Она сейчас живет у меня. Ты же больше… Не… Ну… Ну, словом… То есть, ты решил жениться? Угу. Совет вам на любовь. Давай мы сделаем так. Я на днях выкрою время и… И мы с тобой обо всем подробно поговорим. Хорошо? Большое спасибо тебе, Мара. Да. Мара. Да? Ты-то сама как? Хорошо, спасибо. Позвоню. Да. Алло, Ростик, это я. У тебя есть знакомый прокурор? Да. Сень, среда. Ты сегодня до семи? До шести. Ну, я все время путаю. И… Сладенького давай. Дим. Сейчас, сейчас я сама открою. Гражданин Палатников. Пойдемте, пожалуйста, с нами. Ну, что случилось-то? Вы задержаны по подозрению о мошенничестве. Собирайтесь. Ну, вы что? Он же врач. Не волнуйтесь, девушка. Разберемся. Да. У себя? Хорошо. До свидания. Здравствуй. Здравствуй. Валя, Михаил Викторович попросил меня прочитать руку Письма Розова, которую ваш отдел рекомендовал для публикации. И что? Я прочитала. Честно сказать, не фонтан. О чем я и написала в рецензии. Извини. Моруша, ну, посуди сама, какое я имею отношение к твоему журналу. Какая она была отраслевой, а так, к литератуно-художественной. Я же не минист в печати. Ростик. Если эту тварь Ломееву сейчас не остановить, она так и будет продолжать вставлять мне палки в колеса. Она сейчас уже на каждой редколлегии говорит, что наш отдел писем надо закрыть. Что ее отдел каких-то там рукописей вполне способен справляться с нашими письмами. Папочка, ну, послушай, сколько ты лет там проработала? Двадцать. Почти. Ну, вот, а твоя Ломеева всего три. Не такой уж дурак этот ваш, Михаил Викторович, что и бабскими интригами заниматься. Под ним самим кресло шатается. Ну, что? Ушел. Мне кажется, я сейчас взорвусь. Она нам Коршунова зарубила. Отдать ей на рецензию Коршунова. Михаил Викторович, что, совсем с ума сошел? Вообще, будет этому конец когда-нибудь или не будет? Валя, успокойся. Конца этому никогда не будет. Ты же знаешь, чем на протеже. Лучше нервы побереги. Да она, да она читать не умеет. А все туда же, еще в ответственные секретари лезет. Я все-таки завтра пойду. Куда? В министерство пойду. Мамеева. Не колыхай ситуацию, наш отдел и так на ладан дышит. Попрешь против Мары, нам всем достанется. Правильно, Александр Евгеньевич? А мне все равно. Твое вино. Ты расстроена? Ну, конечно, я расстроена. Ну, ладно. Марочка, успокойся. Успокойся. Это же такая шиета, шиет. Ты, ты, это за моих рук дело. В чем дело, Валя? Ты интригантка, ты пользуешься своими, своими связями. Я этого так не оставлю. Вот только кричать не надо. Мы все прекрасно понимаем, что вы недовольны, что отдел закрыли. И что теперь? Надо выплеснуть эмоции, под горячую руку попалась я? Извините, я здесь ни при чем. О том, что отдел надо закрыть, говорилось уже давно. А приказы здесь подписываю не я. А Михаил Викторович? Я буду жаловаться. Конечно, будешь. Ростик, выпей сначала. Спасибо. Морковь, яблоки, капуста. Спасные витамины. Устал? Не более обычного. Ну, хорошо. Ну, как у тебя дела? Ну, потихоньку. Чем занимала сегодня? Ну, чем обычно. С утра на редколлегии была, потом на рынок зашла. Ну, и вот. Ешь, ешь давай. Нормально. А то остынет. Бравый, диетический. Спасибо. Скажи, а мы в пятницу в Большой идем? Нет. У меня важное сообщение. А на выходные ты можешь? Маруша, ты же знаешь, что по выходным я всегда с семьей. Да, я знаю. Я так спросила. Да. Представляешь, жена внука Веремина. Говорят, девочка будет. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Ванну поэту проверю. Наверное, вода уже остыла. Ничего себе. Это все твое? Угу. Как тебе удалось? Да, Майдадыр поспособствовал. Кто? Ростислав. О, Ростислав. А почему Майдадыр-то? Потому что Умывальников начальник и Мачалок командир. Он министр. Министр чего? Министр чего? Да какая тебе разница? Просто министр. Поверия твоего хватает. Угу. Ну просто у нас в институте отдел закрывают. Сейчас много чего закрывают. А я хоть и кандидат наук. Ну кому сейчас это нужно? Да и кандидат наук. Когда же ты успела-то? Да еще три года назад зачатилась. Молодец какая. Готовишь к своей Наташке светлое будущее? Пытаюсь. Она у меня компьютер лучше Сережи освоила. Тебя надо устроить на хорошую работу. Я поговорю с Ростиком. Да неудобно как-то. Ну вообще спасибо. Ерунда. У него связи во всех отраслях. Иди ко мне, мой хороший. Пушистик, мой любимый. Игорь! Алена! Ну бросьте вы дурацкие игры. Вы что с ума сошли? А если он лапами по животному, по ребенку? Папа! Скажи им. Иди ко мне. Иди, иди. Пойдем гулять. Пойдем. Хороший, хороший, хороший. Пойдем погулять сюда. Пойдем, идем. Пойдем. Лор! Пошли. Можно я спрошу тебя? Спрашивай. Впрочем, я понимаю, о чем. Ну и прекрасно. Папа, ты долго будет продолжаться? Если бы я знал. Как говорила мать Наполеона, пусть это продолжается как можно дольше. Она имела в виду императорство сына. И при этом вязала ему носки. Перед ссылкой на остров Святой Елены. Да. Пап, ты не понимаешь, что ты в связи? Ты оскорбляешь память мамы. Юля. Я тебе одно скажу. Когда мамы не станешь, я начал думать о смерти очень легко. Потому что жизнь закончилась. Мне так казалось. А что может еще казаться, когда тебе 72? Эта женщина вернула тебя к жизни. Ну зачем так? Высокопарно. Она мне просто показала, что я еще живой. Сказать по правде, мне теперь очень неприятно думать о смерти. Пап, прости меня. Пап, прости. Пойдем. Спасибо. Спасибо, дорогие зрители. Я отвечаю. Занят. Да не звони ты ей больше. Лара. Лара. Мама сказала, что ее Майдадыр все может. Для нее он все может. Лара, в конце концов, тебя еще никто не уволил. Ну, если что, я один вас прокормлю. Да. Прокормит наш папка? Угу. Вот. Давай. Алло. Потише сделай. Алло, Мара, привет. Привет, это я. А, да, привет. Марочка, ты помнишь, ты обещала поговорить со своим Майдадыром насчет меня… Ну, помнишь, наш институт формально подчиняется Минсредмашу… Ой, господи, избавь меня подробностей. Да, я это не говорила. Сказала, чтобы я отстала. То, говорит, я должна выбивать квартиру для какого-то Усманова, то искать работу для какой-то Парамоновой. Лар, мне некуда сейчас. Давай потом созвонимся. Ладно. Пока. Вот так на ушах. Сколько я себе не говорил, что этот день вот-вот-вот достань. Вот-вот-вот достань. Здесь все равно, как грунт с острого неба. Не отчаивайся, Рустик. Не отчаивайся. Жизнь на этом не заканчивается. Как мне? Тебе до нового пора отдохнуть. Пенсию тебе? Дай боже. Дачу тебе оставляют. Да разве дача дело, голубушка? Ты меня, как там, на спиной называешь? Майдадыр? Я ж люблю. Знаю, знаю. Нуральников начальник и мачалок командира. А теперь я кто? Мачалка, ветош. Раньше человек пожимал руку, так чувствовал, что в этой руке. Все мог. А теперь... Александрова проработала с Михаилом Викторовичем несколько лет. Понятно, что он безгранично ей доверял. Но Мара Петровна этим доверием замечательно пользовалась, наделяя себя полномочиями, которые никто ей не делегировал. Теперь по теме нашего собрания. Я и мои коллеги, Михаил Викторович, считаем, что должность ответственного секретаря должен занимать человек, во-первых, профессиональный, имеющий опыт работы, во-вторых, тот, которому коллектив мог бы доверять. Надеюсь, вы, Михаил Викторович, исходя из сложившейся ситуации, прислушаетесь к мнению коллектива. У меня все. В последнее время папа себя очень плохо чувствует. Мы отправили его лечиться в Карловый Варо. Мы это кто? Мы это члены его семьи. Я думаю, что вы знаете, что у Ростислава Алексеевича есть семья. Дело в том, что у моего сына недавно родилась дочь. Это моя внучка. Правнучка Ростислава Алексеевича. Спасибо. Я разбираюсь в родственных связях. От меня-то вы что хотите? Собственно говоря, ничего. Освободите квартиру, потому что эта квартира принадлежит моему сыну. И он собирается жить отдельно вместе со своей женой и дочерью. Дело в том, что эту квартиру ваш отец купил для меня. Скажите, а у вас есть на нее документы? Да. Они у Ростислава Алексеевича. Не обольщайтесь. Они у меня. И в них нет вашего имени. Мой сын с семьей собирается переезжать сюда через неделю. У вас есть выходные. Постаниционально. Какие у нас 그래요? Ирюмить из устранин! Ой... Ой... Какая операция будет, знаете? Знаю. Все отрежут. Не все отрежут, а ампутация молочной железы. Перед операцией вам проведут два сеанса химиотерапии, затем еще четыре сеанса, потом лучевая. А потом? Потом будете принимать таблетки. Мара Петровна, давайте не будем так далеко загадывать. Просто начнем лечиться. Вы и так затянули, дальше некуда. Ларис? А? Привет. 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 Ты еще к телефону не подходишь? А у нас номер поменялся. А, ну понятно тогда. Ты звоню-звоню. Телефон, оказывается, поменялся. Давно уже. Ясно. Ну, как дела? Хорошо. Хорошо. Пойдем щеку попьем? Извини. У меня Наташка болеет. Не совсем удобно. И Сережа дома. Извини, Мара. Отечество хромат. Он отечеств. Альпомы. Отечество. У нас. У нас. У нас. Унешать. Альпомы. И зарядочный рецепт. У нас. Основательное давление. У нас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мара, зачем ты встала? Да мне уже лучше Я сейчас тебе сделаю крепко у чая Или может поужинаешь? Сейчас что-нибудь быстро приготовлю А где твои банки? У меня были неприятности Кто-то на меня нажаловался Ну и... Ну меня отпустили так, что все нормально А невеста где? Невеста? Ушла от меня невеста Вот, я сейчас что-нибудь быстренько приготовлю Может быть ты все-таки присядешь, а? Мне кажется, ты себя плохо чувствуешь Да Мне делают химию Что? Химию У меня рак Как же это, Мара? Как? Ты меня спрашиваешь? Как? Я не знаю, как! Я не знаю, почему это за мной! Почему я? Я не знаю! Добрый день, Наталья Михайловна Ой, здравствуйте, Марочка Как ваше здоровье? Благодарю Лучше не бывает Слава Богу! А то тут такие ужасы про вас говорили Все врут Мара Петровна Я все понимаю Очень вам сочувствую Но что я могу сделать? Послушайте, вы уволили меня Вы сократили мой отдел Вы же должны знать Что я не получила это место Только из интриг Вы заболели Мое заболевание Это следствие беспрерывного стресса Вы хотя бы это должны понимать Я пострадала, как работник Пострадала, как руководитель Пострадала, как женщина, наконец Какая гадость Пошла вон паразитка! Что ж ты так с ней? Да ничего, она не умерла Надоела, потому что Вчера состала тарелку скинула Сегодня гадит мимо лотка Выкини ее куда-нибудь Мара, ну куда же ее выкину? Я не знаю куда! Обратно! На помойку! Туда, где взял! Ты куда? На кухню Мара, я понимаю Тебе плохо Да, мне плохо А ты тут еще с этой кошкой драной Постоянно лезешь Выкинь ее к чертям Мара, ну как я могу? Тогда сам с ней убирайся Убирайся! Мара, куда же я пойду? Я не знаю куда! Черт! Где вы? Провалите вы оба! Сама уйду Мара? Мара! Мара, ну что ты пришла? Мне сказали, что ты И я решила тебя найти Ну зачем? Узнать, как ты? Жива, как видишь Даже говорят, неплохо выгляжу Собираюсь ввести новую моду С одной грудью Как амазонки Ты же знаешь, амазонки Вырезали себе одну грудь Чтоб не мешало носить колчан Подожди Я могу тебе как-то помочь Как? Мне сорок пять лет Ерунда, полжизни всего прожитая Первая попытка перед прыжком Разминка, как в спорте А рекорд все еще впереди Я теперь все могу Я могу встретить настоящего мужчину Как Саши талантливого Влиятельного, как мне додоро Как Димочка преданной Я даже ребенка могу родить Воспитать его для светлого будущего Но только ничего этого не будет У меня сколько осталось? Год? Два? Разве мне хватит? Александрова! 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 Вы почему не пошли на сеанс лучевой терапии? Зачем? Как значит? Что это значит зачем? Вы лечиться дальше собираетесь или нет? Нет Нет Подевайтесь У вас есть семья? Нет А работа? Кем вы работаете? Я зав. отделом одного крупного журнала Доктор Скажите Если я буду лечиться Я долго проживу? А к чего плачешь? Я в беда не попала Почему? Мне денег на билет не хватило Сколько? Пять копеек Держи вот монетку И ты еще успеешь Поторопись Какая незадача? Это антибиотик последнего поколения По-моему, он есть в 13 аптеке Ой, опять антибиотик Ну а что делать? А моксицелин вам не помог Никакой положительной динамики я не видел Соответственно, надо менять Ну спасибо, доктор До свидания До свидания До свидания Ну что? Покушаем что-нибудь Покушаем что-нибудь Что ж ты у меня не спросишь? О чем? О чем? О мне вот Как вы врач Должен спрашивать у пациентки Что жалуетесь больная Тебе хочется пожаловаться? Нет Я пришла тебе сказать Что я все выдержала Я буду жить Я ведь никогда не рассказывала тебе свой сон Про то, как я спешу в кино Мне часто снится Что я спешу в кино И мне не хватает пяти копеек на билет Я стою на ступеньках Одна и рыдаю Потому что я понимаю Что я не успела Еще я понимаю Что это значит Что Кто-то там Отвернулся от меня И значит было за что Почему ты молчишь? Димочка Я тебя слушаю Слушай меня Димочка Пожалуйста Слушай меня Мне так надо Чтобы ты меня выслушала Димочка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok